В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Ирина Нижалова. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев отчитался о работе ведомства за 2016 год. О том, что сделано и что предстоит сделать еще, он рассказал депутатам Государственной Думы. Председатель правительства отметил, что прогресс, пусть и небольшой, есть в каждой из отраслей критически важных для развития страны. Это значит, что это не просто отдельные успехи, это системные улучшения. Принимаемые методы и меры работают, и в целом страна двигается вперед. Сегодня задача правительства помочь этому движению, чтобы каждое решение в экономике приводило к конкретным изменениям в жизни человека. Именно на это была направлена работа правительства в прошлом году. Свой отчет глава кабинета министров начал с самого главного результата, которого удалось добиться в 2016 году. Это увеличение продолжительности жизни. С 2006 года она выросла на 6 лет и достигла почти 72 лет. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Чтобы сохранить эту тенденцию и увеличить продолжительность жизни еще, властям предстоит много работать. Чтобы было больше здоровых, благополучных и счастливых людей, правительство активно занимается сферами, которые непосредственно влияют на жизнь людей. Споры все-таки при всей разнице в подходах политических партий, идеологии, они все-таки касаются методов достижения главной цели. А в чем эта цель? Она у нас общая. Развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь. В этом смысле прошедший год был для нас очень важным. Он действительно был непростым, как и предыдущие. Прошел он в режиме жесткой экономии ресурсов. Но он дал нам главное. Он стал годом осознанных возможностей. И первое – это поддержка семей с детьми. В 2007 году была принята концепция демографической политики. В России сейчас живет порядка 147 миллионов человек. По рождаемости удалось обогнать многие европейские страны. И это результат в том числе принимаемых мер. Прежде всего, материнский капитал, ежемесячные выплаты на третьего ребенка, предоставление земельных участков, решение проблемы детских садов и создание условий для работающих матерей. Впереди решение еще одной проблемы. Сейчас в детородный возраст вошло поколение родившихся на рубеже 90-х годов. Людей этого поколения меньше, чем предыдущих. И прогнозы в этом смысле не самые благоприятные. Для этого, отметил Дмитрий Медведев, нужно продолжать поддержку семей. Использовать не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимать новые. Этот вектор поддерживает и губернатор Ниньского округа Игорь Кошин. Женщины стремятся сделать карьеру наравне с мужчинами. Поэтому не исключено, что меры по стимулированию рождаемости нам придется, конечно же, менять. И прошу и уважаемых депутатов, своих коллег по социальному блоку обратить самое пристальное внимание на этот вопрос. Второе достижение отмечено в сфере здравоохранения. Здесь тоже есть реальные результаты. В прошлом году, по данным ВОЗ, Россия вошла в десятку государств, которые в последние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с болезнями сердца, легких и диабетом. Главное, сокращается смертность от этих заболеваний. Снижается материнская и младенческая смертность. За последние 25 лет, то есть за всю историю современной России, почти на три четверти. С 2011 года уровень младенческой смертности снизился почти в два раза, а за 2016 год на 7,7%. Во многом это произошло благодаря строительству перинатальных центров. В них есть всё, чтобы выхаживать новорождённых в самых сложных условиях. И строительство центров, отметил глава кабинета министров, продолжится. Кроме этого, по всей стране создаются центры высокотехнологичной медицинской помощи. Число пациентов, которым оказали такую помощь, выросло беспрецедентно. С 2010 года почти в три раза. И только за прошлый год её получили 960 тысяч человек. Мы прорабатываем сейчас вопрос создания в регионах новых центров, где будут применяться методы ядерной, регенеративной медицины, современные персонализированные технологии здоровья. Развиваем всё, что упрощает людям получение медицинской помощи, в том числе телемедицинские и информационные технологии, чтобы наши люди могли легко записаться к врачу, получить нужную справку, иметь доступ к своей медицинской карте. Для этого важно, чтобы сама медицина была мобильной, и врачи могли быстро доехать до больных даже в самых труднодоступных районах. В этом году в 34 регионах стартует приоритетный проект по развитию санитарной авиации, на который направляется 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Для обновления автопарка скорой помощи за счёт средств федерального бюджета уже закуплено в прошлом году 2300 новых автомобилей. Удаётся решать и проблему нехватки медицинских кадров на селе благодаря программе «Земский доктор». С 2012 года на село приехали работать почти 24 тысячи врачей. Поэтому было принято решение продлить действия программы и на этот год, увеличив долю федерального финансирования до 60%. Для того, чтобы обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, в медицинских вузах ведётся целевой приём абитуриентов. Но и этот подход не способен решить проблему обеспеченности медицинскими кадрами. Поэтому, отмечает ректор Северного медицинского университета Любовь Горбатова, необходимо увеличить объём государственного задания. В 1987 году в наш медицинский вуз на три факультета выделялось 500 бюджетных мест. А вот результаты 2016 года показали, что на 9 факультетов выделяется всего 368 бюджетных мест. Соответственно, таким количеством студентов мы не можем обеспечить на сегодняшний день. И в связи с этим необходимо увеличить государственное задание. И к этому есть все предпосылки. По последним данным соцопросов, всё больше выпускников хотят стать не экономистами и юристами, а медиками. Отдельно в своём отчёте Дмитрий Медведев остановился на пенсионном обеспечении и системе социальной поддержки активным долголетием. Сегодня каждый четвёртый в России пенсионер. В прошлом году была принята стратегия действия в интересах граждан старшего поколения. На этот год предусмотрены средства на повышение доступности и качества социальных услуг для пожилых людей. Но мы также понимаем, что система поддержки, социальная инфраструктура, обслуживающая этих людей, устарела, и её нужно серьёзно менять. Мы стараемся это делать, а для достойной старости, конечно, нужна и нормальная пенсия. Мы понимаем, что в нашей стране она пока небольшая, поэтому продолжаем работать над развитием пенсионной системы. В 2012 году была принята стратегия долгосрочного развития пенсионной системы на период до 2030 года. Это практически сразу дало дополнительные деньги пенсионному фонду, снизило дефицит его бюджета, увеличило собираемость пенсионных взносов. Продолжаем мы совершенствовать и страховые механизмы. Конечно, возникают и трудности. В прошлом году не удалось проиндексировать в полном объёме пенсии. Но появилась возможность, и пенсионеры получили единовременную дополнительную выплату. В этом году пенсии проиндексируют в соответствии с законодательством. Кроме того, с 1 февраля в стране перешли на индексацию по фактической инфляции всех федеральных социальных выплат. Это сделано впервые. Экономическая ситуация последних лет негативно сказалась на заработных платах людей. В прошлом году удалось в два раза поднять минимальный размер оплаты труда до 7,5 тысяч рублей. С 1 июля этого года МРОД поднимется до уровня 7800 рублей, а в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего. В результате произойдёт повышение некоторых компенсаций и социальных выплат. Именно на основе этого показателя рассчитывают выплаты пособия по временной нетрудоспособности, по родам и беременности, а также пособия по уходу за младенцем ежемесячно в течение полутора лет. Безусловно, уровень минимального размера оплаты труда в Российской Федерации неприлично низок. Мы вот по этой градации, по МРОДу, мы, к сожалению, находимся среди мировых государств где-то в самом-самом последнем. И, безусловно, об этом мы ставим вопросы правительству. Кстати, создана рабочая группа, совместное правительство и депутаты Государственной Думы. Поставлена задача в самые ближайшие годы, это будет год-два-три, и сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. Это общая наша национальная задача. Одновременно с повышением федерального минимального размера оплаты труда с июля повысится и региональный МРОД. Напомню, в Наринмаре было подписано трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Нейнском округе, в соответствии с которым поэтапное повышение размера МРОД устранит существующий разрыв между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом. В результате МРОД с 1 июля 2017 года повысится до 14 260 рублей. Действующий минимальный размер оплаты труда составляет лишь 12 420 рублей. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет в Нейнском округе 20 673 рубля. Напомню, поручение о повышении минимального размера оплаты труда в регионе дал губернатор Нейнского округа Игорь Кошин, выступая с ежегодным докладом о своей деятельности перед собранием депутатов региона. Сегодня минимальный размер оплаты труда в регионе серьезно отстает от величины прожиточного минимума. Это сложно понять и уж тем более объяснить, как прожить человеку, чей доход ниже минимального, возможность прокормить свою семью. И я прошу Департамент финансов и ведомства, курирующие вопросы труда и занятости, тщательно проанализировать ситуацию, изучить наши возможности для поэтапного повышения МРОТа в нашем регионе. Увеличение МРОТ скажется на размерах заработной платы. В размер минимальной зарплаты в Нейнском округе входят доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, включая районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера. Не обошел стороной Дмитрий Медведев и тему жилищного строительства. В настоящий момент завершается выполнение поставленной президентом задачи по расселению аварийного жилфонда, который признан таковым по состоянию на 1 января 2012 года. Правительство принимает все меры, чтобы регионы могли выполнять свои обязательства, усиливая мониторинг за соблюдением сроков реализации региональных программ по расселению и за качеством нового жилья. Для достижения целевых показателей из бюджета Нейнского округа в 2017 году департаменту ЖКХ и строительства дополнительно выделено около 1 миллиарда рублей. Одним из приоритетных направлений развития экономики остается строительство жилья. С целью выполнения майских указов президента увеличены бюджетные ассигнования на 952,7 миллиона рублей. Также включены дополнительные ассигнования на строительство социально значимых объектов, таких как детский сад на 220 мест по улице Авиаторов и другие. Выделенные средства позволят уже в конце текущего года ввести в эксплуатацию 7 секций из 10 в жилом доме на улице Авиаторов. Мы недавно, совершенно недавно проехали по этим стройкам. И вот благодаря работе окружного предприятия по изготовлению железобетонных изделий, сегодня есть уверенность, что к концу года, к концу этого года, и благодаря вот этим выделенным средствам с окружного бюджета, строители к концу года построят и ведут эксплуатацию 7 секций 10 секционного семиэтажного жилого дома по улице Авиаторов. Это очень здорово. Нас радуют темпы строительства, жилищного строительства в округе. И вот благодаря работе нашего окружного предприятия, то есть мы уходим от сезонного фактора завоза стройматериалов. Наряду с развитием строительной сферы в прошлом году были подготовлены конкретные шаги по благоустройству всех городов России. Это создание парков, пешеходных зон, детских и спортивных площадок, культурных пространств. Все муниципальные образования обязали сформировать и реализовать пятилетние комплексные программы по благоустройству. На эти цели федеральный центр выделяет миллиарды рублей. Местные бюджеты софинансируют малую долю расходов. Регионам предстоит грандиозная работа по благоустройству городской среды. Нам необходимо максимально привлечь малый бизнес в округе. К выполнению работы на благоустройстве, так как изеленение, установка ограждений, оборудование велосипедных стоянок, малоархитектурные формы, изготовление этих малых архитектурных форм, при устройстве дворовых проездов, оборудование автомобильных парковок, пешеходных зон, установка детских и спортивных площадок. В проекте «Комфортная городская среда» в 2017 году будут участвовать два муниципальных образования – город Нарьинмар и поселок Искатели. Оба муниципалитета уже закончили прием заявок от населения и организации. В Нарьинмаре определились за благоустройством зон отдыха и парков. В 2017 году благоустроит парк «Юбилейный», территорию вблизи ресторана-музея «Тиман», территорию в микрорайонах «Старый аэропорт» и «Лисозавод». В Искателе в адрес комиссии поступило пять заявок на благоустройство территорий общего пользования. Дворовые территории. Благоустроить дворовую территорию, которая объединяет в себя 11 МКД, на квартирном доме по улице Монтажников. В народе называется «Пентарон». Мы были на этой территории с комиссией и общественной территорией. Провести реконструкцию детской игровой площадки в районе дома 11 по улице Ордальна и Геологов. Между ними находятся Усны. Детская игровая площадка в районе дома 3 по улице Строителей. Благоустроить зону отдыха в районе улицы Геологов, дома 12. Благоустроить зону отдыха на перекрестке улицы Монтажников, Прилук, Газовиков. Инициатива граждан – это основной принцип проекта формирования комфортной городской среды. Она начинается с подачи заявок, контроля за реализацией проекта, непосредственной помощи в благоустройстве своих дворов, а заканчивается ответственным и бережным отношением к тому, что будет создано. Главное то, что жители сами решают, как благоустраивать свой двор, где проложить дорожку, разбить цветник, поставить скамейку или посадить дерево. Глава региона поручил донести эту мысль до населения Нейнского округа. Вот этот проект освещаете по максимуму именно с точки зрения участия населения в принятии решения, где что должно появиться. Вот это очень важно, что население на практике убедилось в том, что мнение большинства реально учитывается, реально меняется. Городская среда реально меняется, поселковая в данном случае. Уже в мае в Нейнском округе начнутся конкурсные процедуры. К 1 июля должны быть подписаны все контракты на работы по благоустройству. Его результаты жители должны увидеть к 1 сентября. Чтобы в полной мере реализовать социальную политику, подчеркнул Дмитрий Медведев, нужно развивать здравоохранение, образование, помогать тем, кто не может помочь себе сам. Для всего этого необходимо иметь сильную растущую экономику, которая зарабатывает деньги. Уже в четвертом квартале прошлого года экономика показала, пусть и небольшой, но все-таки прирост 0,3%. По итогам 2016 года было существенное замедление снижения валового внутреннего продукта по сравнению с падением почти на 3% в 2015 году. Такие показатели стали возможными не в силу улучшения внешней конъюнктуры. И это результат совместной работы. Мария Владимирова, Ирина Цепитова, Антон Бодряков, Вадим Новский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Укрепление международного сотрудничества. В Ненецкий округ с рабочим визитом прибыла делегация Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге. Одна из главных целей визита гостей из Восточной Азии познакомит жителей НАУ с национальной культурой. Во дворце культуры Арктика прошел показ кинофильма и концерт корейской традиционной музыки и танца. Также в рамках визита делегация Республики Корея встретилась с представителями законодательной и исполнительной власти округа, регионального парламента и администрации Наринмара. Гостями с Кореи презентовали экономический и туристко-рекреационный потенциал северного региона. Вице-губернатор Татьяна Лагвиненко отметила, Ненецкий округ открыт для инвестиций и готов оказывать всестороннюю поддержку инвесторам. Генерального консула Республики Корея господина Ли ознакомили с основными показателями, характеризующими экономическое развитие региона. Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составляет 85 миллиардов рублей, что в расчете на душу населения составляет порядка около 2 миллионов рублей. Основной прирост малого регионального продукта обеспечивает добычу нефти. В основном и основной объем инвестиций направляется на освоение месторождений Ненецкого округа, около 96% от общего объема инвестиций. По словам генерального консула господина Ли Джин Хион, у Кореи есть неподдельный интерес к Ненецкому округу. Я надеюсь на сотрудничество с НАО. В особенности Корея заинтересована в развитии Арктики и нефтяных месторождений. Кроме того, Корея заинтересована в развитии Северного морского пути как ресурса, который бы соединял отдаленные друг от друга заполярный регион, расположенный в европейской части России и Азиатскую республику. Впрочем, нефть и газ – не единственный интерес, который может связывать Ненецкий округ с Кореей. Спикер регионального парламента Анатолий Мяндин выразил надежду на то, что у республики возникнет интерес к ленивоческой отрасли региона. Мы приглашаем ваши компании сюда, к нам в округ, чтобы вы вложили свои технологии, инвестиции с целью переработки и получение какой-то продукции из того, что остается от убоя оленей. Спикер также отметил, что вторичное сырье в регионе никак не используется и попросту выбрасывается. При грамотном подходе и инвестициях от переработки можно получать хороший доход. Господин Ли, в свою очередь, подтвердил – Корея является одним из основных мировых импортеров пантов. Что касается оленеводства, то Корея активно использует панты оленей в качестве лекарства. Я думаю, что если специалисты оленеводческой отрасли Ненецкого округа посетят Корею и встретятся с корейскими компаниями, которые занимаются вопросами оленеводства, то, вероятно, у нас появятся возможности для сотрудничества в этой сфере. По словам генерального консула Кореи, в Санкт-Петербурге более детальный разговор о сотрудничестве между регионами и республикой может состояться с главой региона Игорем Кошиным в июне на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Ирина Цепитова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Внедрение новых подходов к строительству позволяет минимизировать логистические риски. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин в ходе осмотра объектов строительства на территории Наринмара и поселка Искателей. В состав делегации также вошли депутаты окружного собрания и представители ведомств, ответственных за строительную сферу региона. Кроме строящихся жилых домов, они посетили объекты коммунальной и социальной инфраструктуры. В механической цехе будет производиться обеззараживание воды и потом пойдет на сброс. Геннадий Майнзя показывает емкости, предназначенные для очистки стоков. Здесь практически все готово к запуску четырехступенчатой системы фильтрации канализационных жидкостей. Технология довольно простая. Стоки привозятся сюда санизаторскими машинами, направляются на насосную станцию. Оттуда в емкости с биологическими фильтрами и так называемыми песколовками. Вот вы представляете, сколько у нас идет отходов, которые сливают чисто в реку. А так она будет вода, ну я не скажу, что на 100%, но процентов на 80, на 90 она будет очищаться. Лаборатория будет контролировать стоки этой воды, будет брать постоянно пробу, смотреть, какая вода положена выходить отсюда. И эти 5-10% уже сама природа будет обрабатывать. Вот а так она будет почти чистая. Масштабный рейд по стройкам не случайно начали с этого объекта. Отчистные сооружения в поселке Искатели – списки долгостроев. К их возведению приступили в 2013-м. Сдать отчистные сооружения фирма «Спинекс» должна была еще в октябре 2015-го. Опоздали почти на два года. По ряду объективных и субъективных причин, каких именно, заказчики не пояснили. Есть ряд моментов, которые сроки эти задерживают. Но, тем не менее, подрядная организация, как я сказал, уже в июне должна выйти на пусконаладочную работу на холостом ходу уже. Осмотрев долгострой, проверяющие направляются на еще один искательский объект. 33-квартирный дом в районе Тиманской. Его возвели всего за год. Многоэтажка предназначена для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Срок сдачи – апрель этого года. И здесь подрядчики все сделали вовремя. Документы изданы, объект готов к сдаче. Ну, что больше. Ждем разрешения нового акта ввода. Такие короткие сроки возведения – результат абсолютно другого подхода к приобретению нового жилья. Если раньше большую часть средств, заложенных в программу по переселению из ветхого жилфонда, перечисляли подрядчику после заключения контракта, то теперь деньги застройщик получает только после полной сдачи объекта. Здесь реализованы принципиальные подходы к строительству. Мы приобретаем не в процессе строительства, как было раньше, а здесь именно уже как долевое участие в строительстве. Именно приобретаем готовый продукт уже квартира. А это уже новый микрорайон авиаторов – здание будущего детского сада. Сейчас строители ведут монтаж проводки, установку системы вентиляции и отделочные работы. Подрядчик заверяет – к сентябрю этого года детский сад на 220 мест будет готов к сдаче в эксплуатацию. Строительство дошкольного учреждения идет по графику. Новый сад для малышей возводится с привлечением федеральных средств. Только в этом году государство выделило 110 миллионов рублей. Еще почти 162 миллиона предусмотрены на строительство нового здания третьей школы, также в микрорайоне авиаторов. Почему нам важно вводить квадратные метры? Я уже говорил, когда мы передвигались, о том, что сегодня федерация настаивает на комплексном подходе. Квадратный метр жилья сдал, получи возможность на софинансирование объекта социальной инфраструктуры, в данном случае детский сад и школа. Поэтому чем больше мы сдадим метров в этом году в районе авиаторов, тем больше мы в следующем году получим на продолжение строительства школы на авиатор. Все взаимосвязано. Такими быстрыми темпами новый сад для малышей удается возводить отчасти за счет того, что стройматериалы закупаются на местном заводе металлоконструкции. Специалисты подчеркивают, многолетний опыт возведения жилых и социальных объектов показал, завоз стройматериала с большой земли для Ненецкого округа – вариант не совсем подходящий. Подрядчики напрямую зависели от навигации, ведь завоз необходимых материалов производился преимущественно летом. Теперь большинство строительных конструкций делают прямо в Наринмаре на недавно созданном заводе Заполярье. Здесь изначально другой подход. Мы не будем субсидировать это предприятие. Наша задача – изменить весь строительный цикл таким образом, чтобы вся эта цепочка совершенно спокойно себя окупала. И сегодня у нас это получается. Он сегодня работает, загружен на полтора года. Завод железобетонных изделий Заполярье меньше чем за год уже изготовил сваи для здания новой третьей школы – бетонные плиты для дорог и тротуаров. Один из самых крупных заказов завод получил на изготовление конструкции для возведения семиэтажного дома. Его построят тоже в новом квартале авиаторов. Кстати, семь из десяти секций планируют подготовить к сдаче уже в этом году. Илья Сахаров, Александр Дуркин, Телеканал Север. Развитием двух национальных поселков Ненецкого округа Нельминово-Носа и Бугрино займется специально созданная рабочая группа. Такое решение озвучил глава региона Игорь Кошин в ходе рабочей поездки в Нельминоз. В состав группы войдут представители муниципальной власти Заполярного района, исполнительные и законодательные ветвей власти Ненецкого округа. Им необходимо будет собрать предложения жителей, непосредственно проживающих в поселениях, и представить их уже в июне на высшем совете, чтобы предусмотреть необходимое финансирование в бюджете 2018 года. Из Нельминово-Носа репортаж Марии Владимировой. В поселке Нельминово-Нос проживают более 700 жителей. 95 из них посещают школу, более 70 – детский сад. И с каждым годом рождаемость здесь только увеличивается. Поэтому главной проблемой жители национального поселка называют отсутствие современной школы и детского сада. Физминутка в перерыве между рисованием. Ученики первого класса школы-поселка Нельминово-Нос на уроке ИЗО сегодня рисуют машины. Яркие и красочные, как мечты. Мечты о новой школе. Солидарны с ними и педагоги. Если смотреть на будущее, порождаемость, то желательно, конечно, иметь более школу и классы, чтобы были просторные. Конечно, иметь и отдельные компьютерные классы, чтобы детишки могли заниматься. Каждый сам. В школе хорошо? Да. Тепло? Да. Тепло и хорошо только в начальной школе, в одном из двух строений, где сейчас идет образовательный процесс. Здание старшей школы холодов не выдерживает. Это здание начальной школы, оно после капитального ремонта в 2007 году было сделано. Здесь достаточно тепло. Вот старшее здание у нас страдает, оно у нас на ветрах. Обучение в школе поселка Нальминоз проходит 95 детей. 42 из них в начальной школе, 53 в старшей. Здесь стопроцентная обеспеченность педагогами. Занятия проходят в соответствии со школьной программой. Я главное за главной. Я хочу, чтобы в пеннице стояла я. Не хочу стоять в ряду. Быть хочу я на виду. Ребятишки очень интересные, активные, старательные. Хорошо работают на уроках. Каждый в миру своих возможностей, сил. Но активные ребята. В этом году начальная школа пополнится новыми учениками. Они придут из детского сада. Сейчас дошкольное учреждение, которое посещает 77 детишек, так же, как и школа, располагается в двух зданиях. Но помимо помещений, отмечает заведующая, садику необходим и развивающий материал. Жудности правильно заметили. И с игрушками, и с помещениями. С нехваткой помещений, маленькие помещения. После трех лет дети у нас все ходят в детский сад. Учередь сейчас есть. 21 человек составляет. Решить проблему нехватки площадей как для садика, так и для школы можно только одним способом. Строительством нового объекта, который бы объединил в себе оба образовательных учреждения. Я вообще считаю, что это рациональная схема для сельской местности, когда школа и сад находятся в одном здании, имеют одно юридическое лицо. Это правильно. Это и дети с самого маленького возраста начинают привыкать к школе. Я считаю, что нецелесообразно строить два разных здания в одном населенном пункте. Насколько учеников будет рассчитана школа, пока неизвестно. Ориентировочно на 150-170 мест. Главное, что принято решение объекту быть. Мы договорились о том, что сейчас мы с нашими строителями проработаем вопрос возможности строительства школы, но школу будем сразу изначально совмещать с детским садом, чтобы это все было в одних зданиях, чтобы была возможность и содержать, и эксплуатировать, ну как бы совместные еще помещения, ну где на это будет там позволено Роспотребнадзором, потому что тоже есть определенный вопрос. Непростой поселок, очень тяжелые здесь грунты, поэтому строители здесь традиционно мучаются, но мы надеемся, что проблему со школой мы все-таки решим. Вот для этого сейчас я там с понедельника буду собирать наших строителей, и я пообещал жителям, что в течение трех недель я им дам полный ответ, когда мы сможем приступить, и когда мы всю эту историю сможем закончить. Потому что стройки ради строек нам тоже не хочется. Вы знаете, у нас есть еще одна наболевшая проблема округа, когда мы делаем гигантские проекты, они были начаты, к сожалению, нет возможности их закончить, нам это не нужно. Мы должны построить и сдать в эксплуатацию только востребованные объекты. Среди объектов, которые будут востребованы в Нельмином Носе и Дом культуры, и Эднокультурный центр, и библиотека. Последняя сейчас располагается в здании бывшей амбулатории. В том году у нас было зарегистрировано 477 человек, хотя у нас фактически проживает 700 с небольшим жителем. И поэтому я считаю, что неплохо для библиотеки. Не бывает такого дня, что в библиотеке не было вообще никого, если только совсем погода плохая. Сами видели, как у нас тут добираться, какие у нас сугробы. Своё здание библиотека получила в 2015 году. До этого книгохранилище ютилось в приспособленных помещениях, в том числе и подвальных. Теперь из проблем осталась протекающая крыша на веранде до отсутствия периодических изданий про охоту и спорт. А спорт в Нельмином Носе любят. Ольга Талеева, боксёр со стажем, тренируется в здании нового ФОКа. Сейчас оттачивать мастерство будет при помощи новой груши, подаренной физкультурному комплексу. Женский пол, не слабый пол. А слабый пол – это гнилые доски. ФОК национального посёлка – это не только спортивный объект, но и единственное место, где проходят массовые мероприятия. На встрече с главой региона Игорем Кошиным жители посёлка задают наболевшие вопросы. Один из них – высокий уровень безработицы. Сейчас в национальном посёлке 25 официально зарегистрированных безработных. Заниматься населением, например, разводить скота, не все люди желают. Во-первых, это хлопотно, надо в 5 утра вставать, в 4 утра вставать, потом заготавливать корма, это в летний период. У нас ранее скот был, при колхозе было 400 голов. Но проблема будет в том, что пастбище находится на втором берегу. Ну и население надо подстрекать, чтобы открывали индивидуальные предпринимательства по рыболовству, по сбору дикоросов. А также надо работу проводить, чтобы кто-то хоть завёл себе коров. Будем работать в этом направлении обязательно. Волнует жители Нельминого носа и то, когда в посёлке появится газ и вопросы любительского рыболовства и строительства жилья. Разговор был абсолютно честный. И когда мы говорим, что то, что мы хотим сделать в первую очередь, мы это будем делать. И мы не хотели бы давать пустых обещаний. То, что касается, конечно, есть большая проблема газификации села. Хотя мы взяли на проработку эти вопросы, но они гораздо носят более серьёзный и сложный и финансово ёмкий характер. И поэтому, конечно, мне сейчас кажется, надо выстроить приоритеты и потом поэтапно решать проблемы по мере, как сказать, их значимости. Впрочем, развитие посёлка зависит и от самих жителей. Для этого им необходимо будет внести реальные предложения, каким они хотят видеть своё поселение и какие рабочие места будут востребованы в национальном посёлке, в специально созданную рабочую группу. Эта же группа займётся и проблемами посёлка Бугрино. Все поступившие предложения будут рассмотрены на Высшем Совете в июне текущего года. Мы договорились с жителем, что от них поступят предложения по решению вопросов, связанных с безработицей. Мне понравилось, что жители очень активны и искренне переживают за свой посёлок, а самое важное – переживают за будущее своих детей. Очень хочется школы, очень хочется новый дом культуры. У нас нет АКЦ. Конечно, если нет АКЦ, то и культура у нас падает. Если будет у нас АКЦ, и будет новая школа, то, конечно, и будет у нас посёлок жить, процветать будет дальше. Мария Владимирова, Александр Дуркин, телеканал «Север-Нальминос». Куда деть снег, где взять технику и как успеть расчистить все дороги и дворы? Ещё недавно эти вопросы волновали всех дорожников нашего региона. За последние несколько дней в округе выпало огромное количество осадков, с которыми коммунальные службы не успевали справляться в короткие сроки. Спецтехника работала с 6 утра и до поздней ночи. Снега стало значительно меньше, но расслабляться рано. Скоро нас ожидает новый циклон. Сильный ветер со снегом несколько дней удерживали наш округ в своих объятиях. Сегодня от той метели остались лишь воспоминания и толстый слой снега, на уборку которого вышла спецтехника. Грейдеры собирают снег в куче, потом его вывезут на полигон твёрдых бытовых отходов. Последствия непогоды жители округа на протяжении нескольких дней активно обсуждали в социальных сетях. Люди удивляются. Снега выпало столько, что замело окна наполовину. А кто-то и вовсе с трудом пробирался к двери собственного дома. Своими фотографиями и видеозаписями жители округа активно делились в интернете. При этом многие из них не могли сдержать своего недовольства в адрес дорожников, которые не успевали оперативно расчищать улицы от снега. Правда, ругают коммунальщиков не все. Некоторые относятся с пониманием. Довольны вы тем, как чистят у нас дворы и дороги? Так, ну, знаете, сложно сказать, так довольны или нет. Конечно, в связи с такими погодными условиями сейчас, наверное, может быть, действительно не хватает каких-то сил. Но в целом нет. Не довольно. Почему? Не знаю, может быть, действительно какие-то есть причины на это. Ну, я в частном доме живу, там чистят каждый день. С утра уже дорога чистая, хорошо справляется. А в целом по городу вот ездите, наверное, вы заезжаете в другие дома? Ну, вчера было тяжело проезжать везде. Сегодня уже полегче. Коммунальщики ночи нырали, с утра рано выходят, нормально делают. Ну, я, конечно, не тут живу, понимаете, я не могу как тут убирать вообще. Ну, у нас раз за год убрать за зиму, короче, возле наших домов. А так нигде не убирать. Вот развернули по сторонам, вот, дороги разным, все. Нет, конечно, очень плохо чистят дворы. Так что... А дороги вообще проездили? Да и дороги тоже, вот метель завела на них как-то слабо. Желательно получше, чтобы чистили. Ну, может, техники не хватает. Вчера обрели по колено, как бы сказать. А вы откуда приехали? Я из Тюменской области, Курцовецкий. У вас там тоже проблемы? Ну, я вот тут вот уже как 20 дней, ну, не радует погода-то. Ну, а что вы можете сказать, вот сравнить, ваш регион и наш округ отличаются тем, как у вас чистятся дворы и дороги, как у нас? Ну, видно, что у вас тоже работают, я уж не хочу сильно уж хвалить. Да, у нас тоже, город тоже чистят. На машине вообще сложно во все дворы заезжать, очень проблематично. И это, да, надо как-то вот пошустрее. И я вот так особо не вижу, что амкадоры ездят. Ну, и тут вот вчера так вообще машины тут разъезжались. И вот за домом на Матросово там вообще таскали друг друга в разные стороны. Ну, как бы, ну, вчера и погода была. Я надеюсь, что так-то они добросовестно все делают. Я не могу сказать, что плохо работает. Ну, вот как-то пооперативней. Лопату возле с собой? Да, сейчас уже вы. Обилие выпавших осадков и, как следствие, некачественное содержание дворов, уличной дорожной сети и автозимника. Эти актуальные вопросы послужили поводом для проведения оперативного совещания в прокуратуре округа. Участие в обсуждении приняли заместители губернатора и мэра, представители отдела госавтоинспекции, централизованного стройзаказчика и управляющих организаций. Заместитель прокурора округа Андрей Панов напомнил собравшимся о том, что обеспечение надлежащего содержания уличной сети региона и безопасности дорожного движения должны оставаться одной из приоритетных задач органов власти и местного самоуправления. Не выдерживает никакой критики текущее состояние дорог, придомовых территорий, которые до настоящего времени не расчищены. Итогом стал рост числа дорожно-транспортных происшествий, рост числа заявок граждан на расчистку территорий, прилегающих к жилищному фонду. Стоит глянуть в окно и возникает вопрос, где дорожная техника и почему не расчищаются дороги, тротуары, не вывозится снег и почему управляющие организации не организовали своевременную очистку территорий. Более того, уже имеются факты, когда кареты скорой медицинской помощи не могут проехать гражданам по причине, занесенным снегом прилегающей между дворовой и дворовой территорией. То ли совещание в прокуратуре подействовало, то ли зря на дорожников наговаривают. Спустя несколько дней после метели ситуация с непроходимыми дорогами и тротуарами уже не кажется столь безнадежной. Спецтехника активно взялась за работу. Доказательство тому – чистые дороги и тротуары. Правда, работать еще есть над чем. Снега выпало столько, что тротуары местами напоминают настоящие снежные коридоры ростом с человека. Правда, некоторые из них заканчиваются тупиком. Вышли на улицы и дворники. Работа у них – непочатый край. Такие снежные кучи у нас повсюду. Правда, с его вывозом за пределы города дорожникам следует поторопиться. Ведь снег постепенно начинает таять и превращается в огромные лужи. Как нам сообщили в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, зима для нашего региона еще не закончилась и скоро придет новый циклон. В последующие дни у нас ожидается выход нового циклона. Это вот конец рабочей недели. И выходные опять не обойдется без осадков в виде снега. Соответственно, ожидается усиление ветра. По температуре воздуха существенных изменений не ожидается. Единственное, что в ночные часы при прояснениях минус 20 не будет, но градусов 13-18 все-таки пока еще есть. Но это все восток округа. Дневные часы 0, минус 5, минус 1,6. По предварительным прогнозам синоптиков, потепление ожидается к концу следующей недели. Но погода может внести свои коррективы. Ирина Нежалова, Александр Дуркин, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом у меня все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова